Добрый день! Сегодня съездили немного по башле на армаграните на вот этом трамплине. У меня опыта управления в воздухе моделью и опыта башенка на самом деле минимальное количество, потому что я пробовал конечно же башель периодически на разных машинках, но в основном у меня модели ремохобби, это ММАК, Динозавр, ЕВР, 16 какой-то масштаб, что то есть монстры, но эти машинки не отличаются во-первых мощностью, а в вторую очередь они не отличаются надежностью, поэтому когда я пытался поездить и поучиться там побашить, попрыгать, все это достаточно быстро заканчивалось какой-либо поломкой. Соответственно данная модель она у нас поинтереснее, помощнее и соответственно вот на ней наверное уже прям можно учиться прыгать. Давайте я покажу что у меня получилось, а после расскажу про некоторые нюансы. Итак, треск аккумулятор, трамплин на положении втором, то есть четыре есть положения, первая совсем уж низкая, его даже не будем пробовать, начнем со второго положения, потом третья, потом четвертая. Начинаем соответственно с относительно небольшого расстояния и относительно невысокой скорости, хотя треск на 100%. Легко, маленькая скорость, маленький угол трамплина, неполный газ. Смотрите, вот отсюда будем стартовать. Вообще здорово! Надо научиться, надо еще заезжать на трамплин. Смотрите, сейчас чуть медленнее заехал, потом ускорился, смотрите, опять же, медленно заезжаем, резкое ускорение, и ему хватает мощности, колес начинают активно крутиться, и он у нас залетает. Если, соответственно, просто заезжать, в принципе, чуть подинамичнее, то я в какой-то момент просто чуть нажимаю газ, отпускаю, и он уже сам доворачивает. Но взлет уже прям поинтереснее. Давайте чуть побольше расстояния брать, чуть больше скорость брать. Соответственно, в конце пришлось даже притормозить, чтобы он встал на колеса. Слушайте, может, даже научусь прыгать. Так, неровно заехал. Видите, резковато отжал тормоз, побоялся, что слишком закрутилось. Давайте еще разочек. Вот надо учиться ловить этот момент, потому что, опять же, видите, переборщил. Давайте еще раз. Вот, вот, вот. Надо прям, когда заднюю часть заносит, тогда и оттормаживать. Супер вперед улетел. Ну, да, то есть, на скорость выше, полетел далеко. Давайте прям еще поинтереснее что-нибудь сделаем. Так, попробуем делать сальто вперед. Разгоняемся на... Ой, нет, нет, нет. Разгончик побольше. Нет, летит слишком вперед, сразу начинает заносить. Продолжаем. Теперь трамплинчик подняли на один уровень побольше. Также сначала лайтовый прыжок с небольшой скорости. Ну, особо разницы я не увидел. Но, может быть, там чуть-чуть порезче вверх он пошел. Да, да. Приходится теперь чуть больше газку давать, потому что он больше свечкой начинает лететь. Но, с другой стороны, наверное, такое положение трамплина даже чуть более комфортно. За счет того, что он летит чуть выше, мозг быстрее соображает, что нужно сделать. То есть, когда взлет невысокий, приходится либо прогазовывать, либо еще что-то. А тут, вот видите, даже вот разгон прям минимальный. Давайте попрошу. Вот, наверное, даже метра она не будет. Вот так прям поставим, прям рядышком. Вот так. Вот, я не знаю, полметра. И то, хватило, хотя заехал просто неровно. Давайте еще разок. То есть, видите, практически можно сместно на трамплин заезжать, и он будет сальтовать. Давайте попробуем вот так что-то поделать. То есть, учиться не просто сальто делать, потому что достаточно просто, на самом деле, здесь получается. Будем чуть разгончик. Давайте пробовать, например, вот, если мы видим, что она взлетает. То есть, притормаживаю, чтобы она у нас стабилизировалась, и, соответственно, потом газком уже регулируем, чтобы она приземлилась на четыре колеса. Опять же, надо прям вот этот навык нарабатывать. Бум. Давайте разгончик побольше, мощей побольше. Взлетело. Слушайте, мне кажется, в принципе, можно пробовать два. Ну, давайте попробуем. Не знаю, насколько она сильно ударится. Блин, главное не сломать. Не охота же. Два не докрутил, но неправильно сделал. Почему неправильно? Потому что при въезде на трамплин, как мне уже объясняли люди, кто уже, наверное, умеет немножко прыгать, надо все-таки, чтобы скорость была не максимальная, а вот эту максимальную скорость уже в полете выдавать, чтобы она как раз-таки сальтовала, а не просто взлетала. Так, давайте выровняться. Все еще надо попадать на трамплин. Ну, вот здесь, видите, не хватило мощности, то есть не докрутил. Надо все-таки скорость, мощность побольше выдавать. Отлично! Два оборота. То есть вот здесь просто скорость надо было бы добавить. Супер! Итак, трамплинчик у нас теперь на максимальном положении. Как видите, он достаточно высоко. Теперь у нас смотрит вверх. Давайте опять же начнем с небольшого расстояния, со средней мощности. Не ровно опять же заехал, но взлетел достаточно вверх хорошо. Так, давайте поровнее, поровнее. Слушайте, мне кажется, в таком положении он даже с меньшего разгона сможет сделать два оборота. Ну-ка, давайте вот так в средний разгончик. Давайте пока один, просто будем привыкать потихоньку. Не надо ломать машинку. Набираемся навыка, набираемся навык. Злет был хороший, возможно, действительно бы флипануло два раза. Вот сейчас прям газку практически перестал давать уже, как только она оторвалась. Давайте чуть побольше разгончика давать. Нет. А давайте попробуем притормозить. Попробуем все-таки как-то вперед. Вперед мне вообще не получается. Давайте еще одна попытка. Не получится, не буду ломать машинку. Надо реально учиться. Не совсем правильно. То есть, скорее всего, разгон был слабоватый. И в самом конце выдал газу, а оттормозился. И он у меня не получилось. Попробовать надо вот так. Ну да, то есть назад не получается. Свечка вверх летит. Не совсем что-то правильно делаю. Давайте какой-нибудь позитивный прыжок сначала. Вот. Отлично. Не совсем понимаю, в чем проблема, да, с торможением. То есть, в принципе, по логике, да, мы едем в трамплин, мы залетаем, потом резко отормаживаем, машинка начинает сильно клевать носом вперед и должна как бы у нас сальтануть. Но, возможно, надо было так делать, когда трамплин пониже был, потому что сейчас она, возможно, выше свечка, она вверх залетает. Вот я разгоняюсь, она отормаживается, но это происходит нерезко. Возможно, тормоз у нас здесь стоит не на максимальном тормозе, да, то есть это... Вот разгоняемся. Слушайте, возможно, чтобы так делать, надо с тормозом в регуляторе оборотов поднастроить. Вот смотрите, разгончик, я нажимаю полностью тормоз, и машинка у нас не сразу останавливается. То есть, если я назад еду и нажимаю газ, она ведь отормаживает, пытается сразу поехать вперед. То есть, здесь, вот я тормоз, и она прокатывает. Здесь разгон был минимальный, но прокатило, она еще, наверное, метр. То есть, если, соответственно, мы разгончику дадим побольше, просто по прямой сейчас едем и отормаживаемся, максимум газу тормоз ее прям несет. И, возможно, из-за этого у меня и не получается. В настройках регулятора оборота наверняка можно поменять, чтобы тормоз был более резкий, и за счет этого, скорее всего, она и будет лучше вот это именно флиповать вперед. Если вы знаете какой-то другой способ, напишите в комментариях, почитаю, потому что, повторюсь, навыка у меня с трамплинами по минимуму. Учусь, пробую, надеюсь, гранит – это та машинка, которая позволит это прям сделать, научиться. Два с половиной. Чуть-чуть вылетел амортизатор. Сейчас посмотрим, что сделать. И тест у нас закончился в связи с поломкой. Но, как оказалось, это не поломка, это особенность, видимо, данной модели. Обычно нижняя часть амортизатора, там, наконечник, он прикручен к штоку резьбой. Он накручивается, фиксируется и стоит там очень плотно. Здесь же, на конце данного штока, у нас располагается не резьба, а вот какая-то такая, какой-то рисунок ребристый. И вот сюда, в основание, он просто, можно сказать, просто фиксируется. То есть, он здесь устанавливается. Здесь, там, надеваем пружину, устанавливаем все обратно. Он у нас зажат между нижним рычагом и креплением с верхней части амортизатора. Соответственно, он у нас не вылетает, потому что хода подвески не хватает настолько, чтобы его там вытянуть. Но при ударах, то есть, видимо, пришел удар, его сильно загнуло. И вот эта часть, она просто вылетела. То есть, смотрите, я сейчас вставил, даже не так-то просто отсюда ее вытащить. Она просто вылетает. И тем самым, видимо, снижает вероятность поломки. То есть, это вот такая конструктивная особенность. И если бы я знал это там, то, скорее всего, сама замена заняла бы у меня буквально там 3-5 минут, и я бы мог катать дальше. Ну, соответственно, я посмотрел, подумал, все-таки сломался. Я невнимательно даже посмотрел, что здесь нет резьбы. Я посмотрел, что кончик, я подумал, что он просто обломан. И, соответственно, как бы мы оттуда уехали. Но, по факту, машинка выдержала все удары. Проговорю момент, что в любом случае в данной нарезке не все прыжки, потому что какие-то там прям прыжки неудачные. Я оставлял видео какие-то, я, соответственно, вырезал, потому что их там было побольше, скажем так, чтобы не удлинять видео. Давайте еще расскажу про несколько моментов, нюансов, которые выяснились в ходе данных тестов. Во-первых, по поводу корочки. После самого непосредственно теста она осталась полностью целая. В задней части был небольшой как бы зажим здесь, но корочка не треснула. Сегодня мы прыгали, башили, периодически приземлялись неровно, корочка прям билась. Во-первых, замялась вот эта задняя часть. Во-вторых, вот здесь основание, вот она у нас просто лопнула. Вот здесь она продавилась очень сильно. То есть до этого продавилась вот с этого края, до этого продавилась с двух сторон, и здесь она лопнула. Плюс место, где у нас устанавливаются клипсы, фиксация вот здесь, она также продавилась и начала немножко как бы так трескаться. Поэтому с данной корочкой будут доработки. Я думаю, я также там покрою серпянкой, герметиком, чтобы она была понадежнее. А еще мне бесит, что она так постоянно дребезжит. Ну, видимо, такая особенность. Следующий момент. У меня оторвалось крепление, вот эта резинка. Не знаю, каким образом. Я думал, на самом деле, что я когда буду вытягивать, она оторвется. Но нет, вот что-то прыгнул, смотрю, она у меня просто болтается, оторвалась. Не очень надежно. По факту, только второй выезд. Еще нюанс. Данные клипсы очень плотненько здесь сидят. С одной стороны, это очень хорошо. Но вот, соответственно, была там грязь, немножко земли. Вот эти верхние части мне ударялось, сюда грязь забивалась. И потом, чтобы вытащить, я реально прям мучился. То есть мне пришлось там взять отвертку и в итоге за основание вытягивать, чтобы снять их. То есть в оперативном порядке это не получается сделать. Достаточно туго. С одной стороны, хорошо, не вылетает. С другой стороны, проблематично вытащить. Я думаю, зимой еще будет сложнее. Следующий нюанс в том, что корочку можно было бы сделать подлиннее. Либо вот я на самом деле подумываю, вот здесь по внутренней части приклеить, там на двухсторонний скотч липучку, контур приклеить, поджать, она у меня не будет трястись, не будет болтаться. С одной стороны, это, во-первых, будет по звуку поприятнее. Второй момент, то, что когда я прыгал, у меня произошла такая ситуация дважды, что корка загибалась, и она вот так вовнутрь залетала, вот так. А вот здесь у нас сверху располагается кнопка включения. И, соответственно, у меня машинка выключалась. То есть я прыгнул, она что-то перевернулась, остановилась. Я смотрю, она мне не реагирует. Подхожу, корка загнутая, соответственно, кнопка зажата. Также было с другой стороны, но с другой стороны здесь пустовато, она, то есть залетала и вылетала. А здесь она залетает, как бы цепляется за вот этот краешек вот этой кнопочки, и, соответственно, машинка выключается. То есть приходилось отгибать корку и ее, соответственно, включать. Ну, повторюсь, приклею и думаю, данную проблему я как бы автоматически решу. А следующее, это вот по поводу вот этих флипов вперед. А может быть не флипов, не знаю, как правильно это называется. Не совсем понятно, все ли я правильно делаю. Ну, и повторюсь, опыта маловато. Может быть действительно как-то нужно было по-другому заезжать. Может быть максимальную скорость там от старта нужно было 100%, например, на 50%. То есть не знаю, не получалось. Пробовал много раз, там часть вот этих вставок я прям оставил. Показать, что у меня реально это не получается. Все-таки грешу, наверное, на регулятор оборотов и на большую плавность при торможении. С одной стороны, как бы хочется попробовать так поделать. И, возможно, стоит настроить тормоз более резким. Но, с другой стороны, не хочется этого делать. Потому что нагрузка тогда на привода, на главные пары, на шестерни, на конические шестерни, они значительно увеличатся. А этого бы не хотелось. Поэтому пока не знаю. Может быть, повторюсь, если кто-то знает, что я делал неправильно, подскажите, напишите об этом в комментариях. Ну, не получалось. Но, с другой стороны, флиповала назад. Она просто изумительная. Разгон минимальный. Взлеты отличные. Кстати говоря, последний прыжок, который я попробовал сделать, после чего у меня вот этот амортизатор вылетел, я там сделал два с половиной оборота. И я в конце притормозил. То есть, мне показалось, что я делаю два. Она достаточно быстро раскрутилась. Я думаю, что... Мне показалось, что она не успеет сделать третий оборот. Достаточно уже низко. И я, наоборот, притормозил. И в этот момент она, соответственно, остановилась и ударилась просто крышей. Соответственно, видимо, удар там пришелся и в колесо. Вылетел амортизатор. Если бы не отпустил, а все-таки верил в машинку и продолжал бы газ сжать, то, скорее всего, она бы прям сделала третий оборот. И прям четко бы приземлилась на колеса. Сам, опять же, накосячил. Опять же, от своей неопытности. В общем, на данный момент, вот после второго теста, второго выезда, и второй выезд, он больше такой прям реально напобаший. После первого я там все-таки где-то побаивался, там максимально выжать газ, где-то там прыгнуть. Не хотелось все-таки обзор опять заканчивать поломками. То есть, хотелось как-то чуть более лайтово. То второй раз, вот сегодня, я уже прям реально осознал, что машинка может прыгать, может крутиться. Нужно просто действительно учиться приземляться, и все будет замечательно. От машинки на сегодняшний момент только больше положительных эмоций. Что у нас будет тут отхлебывать дальше, будет уже показывать практика. Машинка, в любом случае, остается в эксплуатации. Скоро, надеюсь, выпадет снежочек. Погоняем по снегу, попрыгаем. Обязательно будет тест потом каких-то таких, может быть, с трамплином, либо, может быть, какие-то там естественные трамплины. Найду по вашим день при минусовой температуре, минус там 10, минус 15. Посмотрим, как будет себя показывать машинка. Сломается ли, или, надеюсь, ничего не сломается. В общем, будем тестировать как раз-таки в зимний период времени. Смотреть, как у нас будет данная шайска себя показывать. В общем, надеюсь, видео было полезным, познавательным. Ну и, в принципе, все. Всем пока, до следующего видео.